Друзья, приветствую! Станислав из Калининграда прислал образцы масла Mobil 1 FS 530. Значит, вот баночка свежего, баночка с отработкой. Чем примечательны данное масло? Маленький пробег у автомобиля на этом масле, но масло провело в моторе практически два с половиной года. Так, это автомобиль у нас BMW X6 F16, кузов 15-го года с трехлитровым турбомотором N55 B30, 326 л.с. Общий пробег автомобиля тоже небольшой, 47800 км. Пробег на масле совсем маленький, 1800 км. Ну и залито было в мае 22-го, а слито в сентябре 24-го. Используется сотый бензин от Лукойла. Машину периодически заводили раз квартал, прогревали, гаражное хранение. Остановите, можете почитать в описании. Так, на что похоже данное масло, вопросов к нему. Я так понимаю, что ни у кого не должно быть. Масло оригинальное и похоже это старая рецептура, потому что свежий я уже там подписывал Москва, Петербург, ну откуда присылали мне. Максимальное совпадение с таким же маслом 99,2 процента и вот Mobil FS 0,40 тоже там в районе процента отличия. Интересно, что вот Liqui Moly на таком же пакете дизель Синтойл 5,40 тоже, а третий, очень похож на FS 0,40 тоже с высоким содержанием ПАУ. Видите, прям среди мобилов затесался. Ну, кому интересно, можете остановить, посмотреть. Так, подобрал конкурентов, давайте посмотрим, что по базе. Видно, что здесь есть, присутствует в данном масле ПАУ, но чуть меньше ПАУ, чем в Ноус Титан, тоже тридцатка А3Б4. Вот, и оба этих масла значительно превосходят остальных конкурентов, что я подобрал. Это у нас ЗИКТОП, значит, КИКСПАУ, МОТЮЛЬ ИКСС, ПАУ, КИКСПАУ и МОТЮЛЬ одинаковые, практически линия в линии, и самый такой слабенький результат и НГНПРОФИ 5,30 А3Б4. Так, ну вот, по базе видно, я думаю, что сомнений нет, что это старая рецептура, еще с ПАУ, ну, это вот лишнее подтверждение по количеству эстеров. Так, эстеров здесь приличное количество в этом масле и в Ноус Титан, практически одинаковое количество эстеров. Единственное, что по субцинимидам вот этот МОБИЛ выделяется среди конкурентов, ну, а остальные плюс-минус одинаково. У Ноуса также, как у КИКСПАУ субцинимидов и остальные уже демонстрируют одинаковый уровень, за исключением, может быть, МОТЮЛЯ чуть-чуть ниже. Ну, это такие нюансы, в общем-то. Пакет видно, что одинаковые у многих масел. Так, давайте посмотрим данные по-свежему. Вот ФС-530 Калининград, я так обозначил. По окислению видно, что здесь высокое содержание эстеров, 38-16, нитрование 8-85. Противоизносных присадок мало, но их забивают обычные эстеры. Здесь, в общем-то, заниженный уровень. Так, фенольных 0,29, антиокислители аминных 0,76. Это такой стандартный для МОБИЛа, кстати, такая композиция, скажем так, соотношение. Щелочное очень высокое, 1,52 и кислотное 2,1. Достаточно тоже высокое, но большой запас все-таки между кислотным и щелочным. И рабочая вязкость 12,32. Прямо на самой границе находится сороковки. Густая очень тридцатка. Так, и эстеров 6,19. Вероятнее всего, немножко занижено, где-то в районе 7%, я бы, наверное, сказал. 6,5-7. Разные эстеры разных производителей. Значит, я так понимаю, что разный коэффициент надо использовать, скорее всего. Так, далее. Отработка. БМВ. Присутствует 0,87% бензина. Это наталкивает на мысль, что основное попадание бензина происходит при нагревах. Так, окисление. Ну, здесь ведь окисление даже ниже, чем было. Нитрование чуть подросло, а окисление связано с эстерами. Противоизносных присадок 0,89 больше, чем в свежем, но объяснимо это тем, что эстеров в отработке меньше. Фенольных антиокислитий остаток еще 75%, практически не затронуло их. Аминных более 83%, тоже более чем достаточно. Значит, щелочное 9,6. И кислотное, в принципе, незначительно подросло 2,46. Запас еще у масла очень хороший. Немножко просела вязкость, 11,72. Вот оно вот к такой классической 30-ке пришло. Эстеров 5-15%, видите, да, значительно меньше, на процент меньше. И немножко есть сажи, но 0,04%. Но опять же, вот эти прогревочные режимы. Машина не ездит, не выпаривается. Ну, неоптимальные режимы работы. Так, давайте покажу вам, что произошло с вязкостью на компараторе. Да, есть небольшое разжижение. Ну, я бы сказал, ничего криминального. С учетом того, что машина стоит, мотор не прогревается до такой температуры, при которой там выпаривается топливо, выпаривается вода. Ну, вот, в общем-то, рабочий. И посмотрите, все-таки 1800 километров, но масло достаточно темное. Я недавно показывал видео сравнение двух образцов, 200 моточасов, городская эксплуатация и трассовая. И на трассе оно менее темное было, кстати. Надо будет где-то подготовить скрин. Ну, и вот такой прогноз, к сожалению, моточасов нет. И по километражу 6754 моющие нейтрализующие свойства, по оксидам азота 17 почти тысяч, и 7400 по вязкости. Соотношение смеси, я гляжу тут, такое близко к оптимальному, но здесь опять же эстеры тоже это влияют. Они влияют на окисление, а окисление у нас синяя полоска. То есть, не совсем, наверное, корректно. Ну, в любом случае, я считаю, что условия эксплуатации и хранения существенно повлияли на масло. То, что в нем накапливается и топливо, и, значит, машина стоит в любом случае. Одно дело, когда в банке хранится, там такой период масла, а другое дело уже в двигателе. Плюс, когда заливались, наверняка были остатки прошлого масла, которые тоже могли повлиять. Ну, и маленький пробег, он тоже существенно влияет на ресурс. То есть, если чем меньше пробег на масле, тем хуже будет прогноз, вот так скажем. Вот. Но, тем не менее, масло еще живое вполне более чем, и его можно было бы и далее, скажем так, использовать. Не знаю, сколько по времени оно еще выдержит в таком режиме, но, тем не менее, значит, вот подтверждение того, что в 22-м году, соответственно, масло это или 22-го, или более старое. Вот. Старая еще рецептура была у Mobil 1 FS. Сейчас мы видим совершенно другую картину. Вот. С данным маслом. Благодарю Станислава за предоставленные образцы, за поддержку канала. Всех, кто посмотрел данные видео, благодарю за это. Желаю всем удачи, здоровья, берегите себя и близких. Всем мира. Увидимся в следующих видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok